Ведущее энергетическое агентство «ПЛАЦ» открыло работу очередного 9-го нефтяного форума в Москве 24 июня. Здесь собралось более 250 участников, и форум стал площадкой для обмена профессиональными мнениями. Некоторые гости поделились с нами своими взглядами относительно перспектив развития сланцевой нефти и газа в России. Мнения были разными. Разработка сланцевой газа идет полным входом в Россию. Есть некоторые соглашения, есть некоторая работа. «Шелл» и «Газпромнефть» в рамках салона «Петролем» разрабатывают эти вещи. Трудно сказать, насколько это будут успешные проекты. Все зависит от экономического смысла проекта. Если будут условия созданы со стороны государства, может, пониженная НДПИ или пониженная экспортная пошлина при экспорте нефти с данных месторождений, то такие проекты могут быть успешными. У нас, в принципе, основные залежи, они находятся в очень труднодоступных местах. И там это, возможно, будет не так рентабельно, как и не так активно можно будет его развить, как вот в американском рынке, скажем так. Я думаю, что в России, и в местных местах, появляется на уровне салона «Петролем». В результате, в США, это так быстро, потому что конвенциональные ресурсы, в общем-то, в основном, в декоративной степени. Поэтому они рассматриваются на декоративные. Но в России, я думаю, что здесь есть много конвенционных ресурсов, и если у вас есть разведка, то это почти как тест или trial, но не действительно двигается в этом рынке. Мы спрашивали участников их мнение о текущей ситуации в Восточной Сибири и об экспорте российской нефти в Азию и в Европу. Я думаю, что у нас есть три этапа эволюции российской энергии. Первый – это последние несколько лет. Мы, в основном, продолжаем на самом деле, как раньше. У нас есть три этапа эволюции, которые, наверное, будут более-менее производства и экспорты, которые остаются стабильными. Но тогда у нас есть 7-10 лет, в котором both инвестиции и политические патроны могут быть изменены. И если это случится, то российские экспорты 10 лет до сегодняшнего дня могут быть очень-очень разными. По Восточной Сибири, если говорить, то, с одной стороны, регион все еще является не до конца разведанным. Поэтому мы не можем говорить о максимальном объеме ресурсной базы, которая может быть извлечена, может быть освоена. Соответственно, если мы говорим о горизонте порядка 5 лет, то, безусловно, это тот центр добычи, который будет ключевым для поддержания стабильных уровней. На мой взгляд, поставки в Азию являются на данном этапе трендом, и российские компании должны демонстрицировать свои поставки с тем, чтобы не потерять старые рынки, но и при этом закрепиться на новых растущих рынках. Что касается Восточной Сибири, то сегодня уже целая серия компаний, целый ряд компаний активно занимаются. Прежде всего, в Сургутнефтегаз, в Якутии, это Алаканское месторождение, это Роснефт на Вангкоре, где уже добыча около 20 миллионов тонн, это Верхничонское месторождение, которым занималась ТНК, БП, сейчас тоже будет заниматься Роснефт. Поэтому идет работа в Восточной Сибири, общий объем добычи сегодня около 30 миллионов тонн. Представители государственных структур также озвучили свою точку зрения. Здесь вопрос, скорее, носит политический характер, чем экономический, понимаете, поскольку когда-то, ну точнее, Европа и стремятся к диверсификации и ослаблению влияния России, на что мы ответили, прилагая максимум усилий, не набирая на, так сказать, затраты, пролгая путь в Азии. Вопрос о модернизации НПЗ в России и инвестиций в покупку европейских заводов также был интересен участникам. Ну, я думаю, что в Европе нефтеперерабатывающие заводы, они уже достаточно старые и дорогие в обслуживании. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то большие инвестиции в этом регионе, именно в нефтеперерабатывающие активы. Скорее, они будут фокусироваться в других странах. Агентство PLATS, 9-й нефтяной форум, 24 июня, Москва. Продолжение следует...